Верхний Пышме. Музейный комплекс УГМК опубликовал видеоролик, в котором в краткой двухминутной форме повествуется о том, как в августе текущего года возле входа в музей автомобильной техники по правую руку от рабочего и колхозницы установили гигантский карьерный самосвал БелАЗ-75600 массой 240 тонн. Хотя этот грузовик-памятник весит поменьше, ибо его немаленький двигатель выставили на обозрение публики отдельно, в павильоне под крышей. А двигатель, кстати, примечательный. 18-цилиндровый, дизельный, мощью 3500 лошадей. Он в свое время служил для выработки тока в генераторе, который запитывал два мощных электромотора, вращавших колеса. Коих у этого беларуса, как видно, 6 штук. Два на передней оси и четыре на задней. Колеса диаметром в два человеческих роста, каждая весит по 8 тонн. Родился этот БелАЗ, как и все БелАЗы мира, сего в городе Жодино, что в полусотне километров от стольного Минска. И 11 лет проработал на Кузбассе, на одном из крупнейших в России предприятий по добыче угля. Он за свою жизнь проехал 620 тысяч километров и перевез более 90 тонн породы. Из Кемерово верхнюю пышму этого гиганта перевозили по частям, на 8 грузовых платформах, каждая длиной более 20 метров. Кузов расчленили на три фрагмента. Собирали его в изначальный вид в течение двух недель с помощью автокранов грузоподъемностью от 25 до 100 тонн. Мы этот процесс, благодаря ролику, можем посмотреть за две минуты. Собрали, покрасили, лепота. Музейный комплекс УГМК приводит про этот БелАЗ несколько любопытных фактов. Ну, например, его максимальная скорость 64 километра в час. Но при его ширине 9,3 метра не всякая эта трасса вместит такую громадину. Ну и самый, пожалуй, впечатляющий факт. Объем топливного бака БелАЗа 4360 литров. Этого количества соляры хватило бы дизельной легковушки, чтобы 2,5 раза объехать вокруг света. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...